В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал «Вы – свет мира!» Как Его служение в небесном святилище помогает людям быть светом этому миру? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады с Еленой, что у нас сегодня в гостях Александр Камнев, пресвитер церкви, человек с очень большой склонностью к точным наукам и к анализу священного писания. Слава Господу за это! Лена, у нас общее название вообще всей нашей программы «Где сейчас Бог?». Какие бы ты выделила основные вехи, о чем мы уже поговорили? Да, этот вопрос всегда очень интересует человека, где сейчас Бог. И мы говорили о Его небесном присутствии, о небесном престоле, где Он находится. И небесный престол, он как бы дает возможность каждому человеку, каждому живущему на земле, когда бы он не жил, приходить к Богу в любое время и в любом месте. И также мы говорили еще о том, что у Бога всевидение, всезнание и о страхе Божьем, который очень важен для того, чтобы находиться в присутствии Божьем и осознавать себя, о своем осознании присутствия перед Богом. И это очень важно для каждого из нас. И перешли мы к следующему такому большому разделу, где сейчас, куда уходит наш грех. Вот, Александр, давайте эту логику развейте немножечко. Когда я понимаю, что меня видит Бог, я понимаю, что я грешник, я уже вижу себя в его глазах, я раскаиваюсь, и мне нужно расстаться с грехом. И поэтому я... А наказание за грех — это смерть. Поэтому у нас в Священном Писании и вообще в плане спасения предусмотрена заместительная жертва. Вот. И вот мы, когда изучали Священное Писание, Ветхий Завет, мы понимали, что грешник ищет в стаде жертвенное животное Иисуса Христа, и вместе с ним идет на Голгофу, то есть к жертвеннику Ветхого Завета. Там он возлагает на него руку, передает ему свой грех, и животное становится виновным в его преступлении. И сам же грешник заколает это животное, и на этом его все заканчивается, все действие. И он все это передает священнику. То есть таким образом, вот в Ветхозаветнем святилище нам было объяснено, как мы передаем свою жертву, когда мы каемся. Не свою жертву, а свой грех, как мы передаем его Иисусу Христу. Да. То есть наша задача — отдать свой грех. Христос забирает свой грех, нам этот грех прощается, и затем идет работа по нашему освящению, очищению нашего сердца от этого греха, очищению нашего разума. Это тоже Иисус Христос делает? Это все делает священием. Священием. Священник забирает этот грех, очищает наш, поедая мясо, берет грех на себя, делает частью грех своей заботой. Тоже через такой явный образ, то, что священник, который является образом Иисуса Христа, тенью, что ли, он представляет Иисуса Христа, он берет грех грешника через то, что он мясо этой жертвы, в некоторых случаях поедает. Очень интересно, у меня сейчас пришла такая мысль. То есть Господу, можно сказать, на пальцах надо было объяснить человеку, как вот это происходит. То есть разжевать вообще полностью, чтобы он понял. И почему вот это так важно? Мы с вами заинтересовались священником и начали изучать как раз, что действительно он там делает. И мы обратили внимание, что некоторые вещи там делают постоянно. И мы вспомнили, что есть такое понятие, как томит. То есть это постоянное, то есть это еврейское слово означает постоянство. Это постоянно. Мы с вами говорим... Если мы говорим, что священник это делал постоянно, значит, Иисус Христос это сейчас делает постоянно. Да, сейчас делает постоянно, да. То есть первое, то, чтобы делать постоянно, мы приходим к Голгофе, то есть Голгофа должна работать постоянно. То есть чтобы возложить руку на жертвенное животное, мы приходим к Голгофе. Голгоф — это жертвенник, то есть символ Голгофе, в Ветхозаветном святилище – это жертвенник. А жертвенник – это всегда огонь. То есть огонь должен гореть на жертвеннике постоянно. Мы с вами на предыдущей встрече говорили «постоянно». Также и само святилище должно работать постоянно, каждый день. То есть утром приносилась утренняя жертва, всесожжение, так называемый ова, томит, то есть постоянный ова, восхождение. Это означает постоянное жертва, вознесение утром и вечером. То есть как бы эта жертва задает общий ритм работы святилища, то есть она начинает работу свою утром, а заканчивает вечером. И мы с вами говорили, что эта жертва связана с заветом, то есть всесожжение, жертва всегда связана с заветом. Который работает всегда, и день, и ночь. Работает всегда. Мы говорили, что наш Господь Иисус Христос – это гарант завета. Завета между человеком и Богом. Между человеком и Богом. Он всегда его поддерживает. То есть раньше в израильском стане человек, видевший, значит, горящий, поднимающийся к небу дым, с утра и вечера понимал, что завет поддерживается постоянно Бога. Бог принимает завет. То есть себя можно чувствовать защищенным всегда. И всегда можно каяться в своем грехе. То есть Бог всегда это примет. Да, святилища ежедневно работает. Священник всегда готов принять наш грех, если мы покаемся и принесем его к нему. Вот задача как раз взять у нас его и очистить от него. А священник – это прообраз Иисуса Христа. Прообраз Иисуса Христа. Вот сегодня мы говорим о свете, которым мы должны стать. Который нам говорил Иисус Христос в своей нагорной проповеди. Сказал, вы – свет мира. И сравнил нас со свечой, которую он зажигает. Со священником, да, и со свечой. Ее же не ставят под сосуд. Она погаснет. А ставят куда? На видное место. На подсвечник, да? Чтобы она светила. Но интересно, вот далее тоже, о нем в этом же, ну, далее в тексте сказано. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Да, как вам кажется? А Иисус помогает нам в этом? Ну, только через Него мы и делаем добрые дела. Правильно. Ну, то есть я имею в виду, в Освятилище что-то Он делает такое, чтобы мы постоянно светили каким-то образом. Ага, то есть было ли в Ветхозаветном святилище какое-то действие священника? Да, какое-то действие священника должно тоже. Ну, я не знаю, что-то он там, наверное, поправлял эти лампочки. Давайте с вами посмотрим на слайдик. Свечки. Да, мы увидим как раз светильник, да, семисвечник. Вот, и чтобы нам сразу понимать, что это такое, мы воспользуемся подсказкой, которая у нас есть, вот книга Откровения, 1 глава, 20 стих. Там, где, значит, Иоанн видит видение, да, и видит священника небесного, Иисуса Христа. И он ходит как раз, видит его, что он ходит между семью светильниками, да. Значит, одетые там в падир, там с поясом золотым, как положено первосвященнику. Вот, и здесь у нас как раз есть объяснение, а семь светильников, которые видел, ты, это суть, семь... Церквей. Церквей, да. То есть Иисус Христос в видении, это уже Новый Завет, Иоанну было дано, что Иисус Христос ходит среди церквей. Да, 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 хотя храма-то уже нету. На земле. Да, а есть храм на небе, вот он где. А где наш священник на небе, а кто он? Иисус Христос. Вот это видение сразу утверждает Иоанна, что работает святилище, что-то работает. И что Иисус Христос действует, да? Да, 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 да. И работает постоянно, потому что вот почему там их семь? Ну, это полнота. Полнота. Полнота, да, то есть мы с вами говорили... Периоды становления церкви. Три, три, четыре — это пребывание Бога своим творением, три Бога, четыре творения, да, символ. Вот, и мы с вами говорили, что вообще, значит, у книги «Откровения» тоже есть какой-то свой ритм, да, то есть это семь церквей, да, семь периодов, семь духовных периодов о том, как церковь поддерживала свое духовное состояние. Христианская церковь, да? Христианская церковь, да. То есть причем она начинается в начале работы небесного святилища и заканчивается вот эти семь периодов, когда это святилище заканчивает свою работу. Небесное. Перед самым пришествием Иисуса Христа. То есть перед самым пришествием Иисуса Христа небесное святилище заканчивает свою работу. Заканчивает свою работу, да. Она выполняет свою функцию. А началась при Вознесении Иисуса Христа? Да, при Вознесении Иисуса Христа. Там есть сцена 4-5 глава, когда Христос подходит к Отцу. Мы об этом с вами говорили. Это в виде Иоанна, когда мы рассматривали престол. Это начало работы. На земле происходит праздник Пятидесятницы и излития Святого Духа. А здесь нам показана минора, семисвежник. Минора, семисвежник в святилище как раз имеет символику Церкви, народа Божьего. То есть на небе Иоанн увидел вот такой святилище? Да. Давайте посмотрим, что же еще у нас представляет светильник минора. Тут нам поможет видение пророка Захария. Это 4-я глава. Со 2-го стиха у нас здесь написано на слайдике. Давайте посмотрим. И здесь как раз показано видение уже Захарии. Ему показан семисвежник. Там у него маслины, трубочки, семь чашечек и так далее. То есть это описан светильник минора из святилища небесного? Да, но они же вернулись из Вавилона, им нужно было построить. Ага, восстановить. Храм, да. Вот они восстанавливают. Вот Бог показывает. И он спрашивает пророка, ты знаешь, что это такое? Ну, пророк теряется и говорит, я не понимаю. Тогда он ему объясняет. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа, Зарававелю, это лидер народа израильского, который вышел из Вавилонского плена, выражающий не воинством и не силой, но чем там? Духом моим, да? Говорит Господь Савауф. То есть это суть светильника? Да. Это суть семисвежник? Это народ Божий. Второе, там в народе Божьем присутствует Слово Божье, которое понимается и выражается именно Духом моим, то есть Духом Святым. И мы с вами сразу можем вспомнить апостола Петра, который говорит, что священное Писание самому по себе понять невозможно, потому что его писали святые мужи, которые двигались под действием Духа Святого. Духа Святого. Вот что есть в народе Божьем. Слово Божье и Святой Дух, чтобы понимать это слово. И, соответственно, мы с вами понимаем, что просто так Библию прочитать от корки до корки даже можно вызубрить. Нет, оно, конечно, возможно, но мы не поймем, о чем здесь. Чтобы понимать ее, нам нужен Дух Святой. То есть в одиночку мы Библию никогда не читаем, читаем только с молитвой, давая свой разум на просвещение Господу, то есть Духом Святым. Должна быть озарена. Ну, давайте еще раз посмотрим дополнительно на следующий слайдик. Вот здесь мы с вами видим, значит, у нас уже исход. Бог повелевает как раз создать этот семисвестник. Вот исход 27 глава, 20 стих нам говорит о том, что Бог повелевает Моисею сказать сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе ели чистые, выбитые для маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Так называемый вот нертомит, то есть вечный светильник, вечный свет. Это Бог дал инструкцию народу своему, то, что надо как один из элементов святилища создать, да? Да, да, да. А заправляет, значит, если мы сейчас посмотрим, то есть у нас исход, значит, 27 глава, 20 стих, 21 стихе, там есть такая еще приписочка, что в скинье собрания, вне завесы, который пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон. То есть это брат Моисея, это вот первый священник, самый первый. Мы посмотрим это сейчас на слайде тоже, да? Да, и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господнем. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. То мы с вами видим, что вот зажигание этого светильника и добавление туда масла соответствующее, то есть Духа Святого, символа. Да, это забота священника. То есть он начинает это делать утром и вечером, да? А священник — это Иисус Христос. Это Иисус Христос, да. Вот, то есть как же мы можем быть светом этого мира? Что для нас делает Иисус Христос? Давайте посмотрим. Еще раз, значит, обозрим вот само святилище, да? Это у нас, посмотрите, пожалуйста, на слайдик. Это у нас святое, где сейчас находится священник. Да, находится он около завесы, которая разделяет святое и святых, где находится престол Божий. Символически показано здесь… Это слева от нас. Да, это слева от нас. Это ковчег. Там между Херувимом открывается слава Божья. Вот, значит… Это символ престола Божьего на небе. Да, да, и там физически находится Бог, находился Бог, да. Вот, а во святом находится у нас как раз, посмотрите, вот жертвенник благоводных курений. Перед которым стоит священник. Да, стоит священник. Это у нас западная сторона. Мы еще поговорим про него, да? Конечно, да. То есть южная сторона, где находится сама минора, то есть вот находится этот светильник. Да. И посмотрите, пожалуйста, что напротив него находится. Стол хлебов предложения. Стол хлебов предложения, да. То есть смотрите здесь, какая символика. Помните слова Иисуса Христа? Я езмь. Хлеб жизни. Хлеб, шедший. С небес. С небес, да. Вот. И Иисус предлагает есть этот хлеб, дабы нам иметь жизнь вечную, пить его кровь, да. То есть символически, естественно, да. То есть вот что же это означает. Давайте с вами посмотрим. Причастие. Да, да, да. Куда смотрит, куда светит. Святильник. Куда, значит, что... Обращён святильник. На что, да. Что нам освещает народ Божий. Что задача. На Евангелие, да. То есть что такое плоть Иисуса Христа. И вот его жизнь на земле, да. То есть рождение, воплощение. Значит, крещение, когда он становится Христом. И вот оно, Евангелие. Вот эти три с половиной года нам освещает светильник. То есть церковь, а свечки, лампадки горят благодаря чему? Духу Святому. Духу Святому. И там ещё есть Слово Божие. То есть церковь несёт этому миру Слово Божие. Освещает жизнедеятельность Иисуса Христа. Евангелие. Говорит, кто есть хлеб жизни. Это Иисус Христос. То есть это Евангелие от Марка, например. Евангелие от Иоанна. Значит, Евангелие от Матфея. Евангелие от Луки. Во всех них. Слово Божие. И вообще Слово Божие, которое всегда красное нитью имеет с собой жертву Иисуса. Мы про хлеб ещё отдельно будем говорить? Мы про хлеб ещё будем часто говорить. Вообще хлеб – это то, что жизнь даёт. И не только духовную, но и нашу физическую жизнь тоже нам даёт хлеб. Да, Иисус сказал, что вы пришли за мной, потому что ели хлеб и наел. Старайтесь думать не о хлебе. И Он именно удовлетворял прежде всего нужды людей. То есть Он кормил людей, Он исцелял людей. Да, да, да. Он говорит, старайтесь всё-таки думать. Не об этом хлебе. Не о пищи тленной. Вот вы за мной пошли, потому что вы наелись. И ещё хотите. Но вы думайте, пожалуйста. О пищи тленной. Я есть хлеб, сшедший с небес. Вот наша с вами задача, чтобы быть светом этого мира. Через Слово Божье, под действием Духа Святого. Вы знаете, Бог зажгёт разум и слушающих наших зрителей. Обязательно зажгёт. Обязательно. Если мы будем говорить Слово Божье. Если мы будем говорить об Иисусе Христе. Да, и через вас, дорогие наши зрители, Он зажжёт свет для тех, кому вы будете говорить. Так что это действительно непрекращающийся свет. Да, непрекращающийся. О возможности спасения. О его жертве. О том, что нам Господь приготовил в вечности. Ну что ж, спасибо огромное, Александр. Спасибо, Лена. И вам, дорогие друзья, огромное спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Присылайте свои комментарии. Они нам очень интересны. На Ютубе, когда мы их читаем. Они нам важны. Огромное вам спасибо за такую поддержку и интерес к этому циклу. Всего вам хорошего. Ждём новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова